Налог на роскошь, мне кажется, вещью правильной. Для тех людей, которые покупают супердорогие машины, супердорогие дома, заплатить несколько процентов со стоимости покупки спину не сломает. С другой стороны, проблема в том, что бюджет это тоже сильно не поправит. Потому что не так уж у нас много роскошествующих людей, как думают широкие народные массы. Не то, чтобы раз-два я обчелся, но может быть несколько сотен, может быть несколько тысяч. Даже если с каждого соскоблить какие-то приличные деньги, пенсионерам от этого легче точно не станет. Гораздо важнее проблема, например, с тем, чтобы перевести земельную собственность и недвижимость под какое-то налогообложение. Причем дачное в основном. Но вот это встретит очень серьезное социальное сопротивление. И внизу, и в Думе тоже. Но на самом деле это очень важно, потому что раз ты здесь живешь, то ты должен здесь платить налоги. Но для этого ты должен быть уверен, что они будут здесь потрачены. На то, чтобы дорога к твоему дому была лучше, на то, чтобы мусор вывозили вовремя, на то, чтобы автобусы лучше ходили, на то, чтобы безопасность милиция обеспечивала или полиция. К сожалению, этого нет. Но зато у нас и налоги на землю не берут. Но зато у нас и муниципалитеты нищие, и они ничего не могут сделать. Но зато они слушаются Москву, смотрят ей в рот, потому что она их кормит из центра или через региональных начальников. А если бы они сами собирали налоги, они бы себя чувствовали более самостоятельными. Вот в чем проблема. А роскошь – это хорошая история для популистов. Источник пополнения бюджета весьма и весьма скромный.